Привет, рада, что вы на моем канале, который посвящен веб-дизайну. Сегодня будет тема, вот прям по вашим заявкам, было очень много комментариев, кто такой UX UI дизайнер и кто же тогда такой веб-дизайнер. Вот сегодня хочу раскрыть эту тему чуть подробнее. Сначала мы разберемся, кто же такой UX UI дизайнер, и после этого в сравнении я вам объясню, кто такой веб-дизайнер, и есть ли вообще между ними разница. UX UI дизайнер – это человек, который выполняет сразу две обязанности. UX дословно переводится как «опыт пользователя». Если очень коротко говорить, то UX – это, например, где должна располагаться корзина слева или справа на сайте, какой блок должен идти за каким. Или, например, когда вы кладете товар в корзину, у вас просто высвечивается рядом иконочка, и там показано у вас этот товар, или выскакивает под корзиной такое большое всплывающее окно, где показано, что именно этот товар вы положили в корзину. UI дизайнер дословно – это пользовательский интерфейс. Этот человек определяет внешний вид всех элементов, то есть как эта корзина будет выглядеть, которую до этого UX придумал, куда расположить. Как будет выглядеть это всплывающее окно, если оно будет появляться при случае, когда мы кладем в корзину, или как будет выглядеть маленькая иконочка, которая покажет нам, что в корзине уже 2, 3, 4 товара. То есть UX дизайнер делает так, чтобы сайт был удобен с точки зрения интерфейса для пользователя. UI дизайнер определяет внешний вид этого сайта, какой будет цвет, какой будет стиль, сделать так, чтобы пользователю было неудобно, а красиво, скажем так, пользоваться сайтом. Но так как у нас эти 2 понятия неразрывно связаны и называются UX, UI дизайнер, то получается, что это все один человек. То есть один человек определяет, где находится корзина, и сразу понимает, какая там должна быть иконка, какого цвета, и как все это должно происходить. Я ничего не могу сделать шумом из окна, но очень жарко, я не могу снимать закрытым окном, я задохнусь тут просто. Если UX, UI дизайнер разрабатывает какие-то сайты, то, ну, чаще всего это не лендинги, потому что по факту там нет какого-то интерфейса, и в принципе им там делать особенно нечего. А когда мы говорим об интернет-магазинах, сервисах, социальных сетях, мобильных приложениях, тут уже вступают UX, UI дизайнеры, потому что они на самом деле покруче, чем веб-дизайнеры. И вот теперь мы переходим к теме, кто же такие веб-дизайнеры. На самом деле это немножко такое устаревшее понятие веб-дизайнер, и тут огромная путаница, кто это такие, верстают ли они или просто делают дизайн, а дизайн чего они делают, и поэтому, мне кажется, еще нет такого, что мы все прекрасно понимаем, чем занимается веб-дизайнер. Возможно, сейчас в комментариях со мной кто-то не согласится, но я считаю, что веб-дизайнеры это те люди, которые разрабатывают только дизайн, то есть они занимаются только UI, по факту, то есть они не делают UX, либо это считается их дополнительной услугой, то есть они прокачались, ну и по факту уже стали UX, UI дизайнерами. То есть по факту веб-дизайнеры это немножечко более узкие специалисты, то есть UX, UI это уже более такой многоручный специалист, он вам и прототип сделает, и продумает, как интерфейс будет работать, и дизайн тут же сделает. Веб-дизайнер не может продумать, как хорошо будет работать интерфейс, То есть, он может хорошо продумать только внешний вид. В чем же разница между UX UI дизайнером и веб-дизайнером? Во-первых, разница в том, что UX UI разрабатывает еще и интерфейс, а веб-дизайнер делает только дизайн. Во-вторых, UX UI дизайнер может разрабатывать не только сайты. Он делает мобильные приложения, сервисы, а веб-дизайнеры чаще всего занимаются только разработкой сайтов. То есть, ну, они вообще вот прям узкоспециализированные люди. Те люди, которые делают верстку, это верстальщики. Те люди, которые делают верстку плюс, там, не знаю, установку на какую-нибудь CMS-систему, это уже скорее программисты. Если говорить о новомодных понятиях, то у нас есть back-end разработчик и front-end разработчик. Back — то, что мы не видим. То есть, это то, как работает корзина, но мы не понимаем, как это взаимодействует. То есть, как происходит то, что клиент, например, получает заявку на сайте. А front-end — это работа того, чего мы видим. То есть, он просто верстает страницу. Мы там, например, не знаю, видим, что что-нибудь там переливается на сайте, что-нибудь летает. Вот это делает front-end. То есть, front-end — это обычный верстальщик. То есть, то, что мы привыкли видеть, это обычный верст. Back-end — это уже какие-то сложные программные решения. Делать так, чтобы они работали. Вот, например, в сервисах основная работа лежит именно на плечах back-end специалистов. То есть, делать так, чтобы музыка включалась, чтобы в избранное можно было добавить, чтобы какие-то там были плейлисты. Вот этим всем уже занимается back-end разработчик. Ну что, в этом видео я рассказала вам, кто такой UX-UI дизайнер, кто такой веб-дизайнер. Ну, еще немного раскрыла тему верст. Я рассказала вам про back-end, front-end разработчиков. И теперь вы знаете, в чем и между ними разница. Если это видео было вам полезно, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо, мне будет очень приятно. А если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Здесь частенько выходят видео о веб-дизайне. А мы с вами встретимся в новых видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!